всем привет меня как-то спрашивали какой ток будет при заряженном аккумуляторе вот аккумулятор с автомобиля отмыт очищен и поставлен на подзарядку на лабораторник дополнительные поставил десульфатор чтобы выровнять напряжение на банках потому что все мы помним что вот на этих двух банках был перезаряд таким образом при напряжении 14 4 вольта аккумулятор находится вот с десульфатором в схеме параллельно то есть вот так вот зарядка подключена и вот также подключен десульфатор таким образом аккумулятор находится примерно 4 день ток у нас составляет примерно 0 3 вот видим включается десульфатор ток немножко повышается видите десульфатор сейчас выключится ток немножко просядет грубо говоря где-то около 5 ватт вообще на самом деле при полностью исправным аккумуляторе да когда с ним вообще нет проблем у меня ток проседал около до 2 ватт то есть это даже большой большой ток под заряда до заряда все дело в том что банки изношены они встречают дополнительное сопротивление электролит уже не чистый и соответственно у нас есть небольшая вот такая вот погрешность на зарядном устройстве который мы можем наблюдать воочию при этом нет необходимости снимать откручивать крышки что-то там проверять или так далее все можно достаточно информативно посмотреть на любом зарядном устройстве с его показывать напряжение тока перезаряжать аккумулятор нет смысла потому что выкручивая выкручивая напряжение например вот сейчас я проделаю до 17 вольт ток увеличивается нагрев аккумулятора увеличивается а емкость его не увеличится потому что аккумулятор убрать ее негде потому что аккумулятор находится в заряженном состоянии таким образом аккумулятор работает именно в режиме электролиза То есть пластины аккумулятора разрушаются сильнее. Поэтому я вообще не вижу особого смысла заряжать напряжением выше рекомендуемого 14,4 вольта. Вот я опускаю до 14,4 вольт. Сейчас немножко ток, конечно же, просел, потому что пошла химическая реакция. Но он нормализуется со временем и будет именно в той тенденции, в которой был изначально, когда я включил запись. Так, сегодня я отключаю, получается, десульфатор. Он мне уже не нужен. И, в принципе, я отключаю и зарядку. Зарядку я пока оставлю. Сейчас мы с вами посмотрим. У меня проводочки тут соединяются. Проводочки я соединил. Посмотрим, какой ток будет у нас непосредственно без десульфатора. Как видим, без десульфатора мощность упала до 3 ватт. То есть видно, что износ аккумулятора есть. Но он не такой значительный по приборам, но значительный по пластинам. Аккумулятору 3 года. Время жизни его увеличено за счет того, что я снимал последние 2 года клемму. И таким образом 4 год получается. Ну, грубо говоря, почти 4. Можно сказать, 4 года аккумулятору. И износ его составляет, на мой оценочный взгляд, именно по этим показаниям, примерно на 30-40% от 100%. То есть у нас уже емкость не 60 Ач, а примерно около 40 Ач. Емкость какая-то остаточная есть. Нагрузка бортовой сети он держит в автомобиле. Но есть косяк. В работе стартера у машины напряжение падает ниже значения живого аккумулятора. То есть это составляет 10,7 В. То есть здесь 10,2 В. Это уже достаточно большой износ аккумулятора. Когда напряжение упадет ниже 10 В, аккумулятор лучше сразу нести под замену. Также косяк с маленькой емкостью и изношенным аккумулятором, это вы слышите посторонние шумы на радио. Ну, кто не в курсе, да, есть помеха, которая вызывает генератор при неисправной цепи питания РЦ или диодного моста. Тогда вы слышите помеху. А есть такая же помеха, когда аккумулятор не имеет необходимого сопротивления. И таким чудесным образом тоже можно понять, стоит аккумулятор дозарядить, либо же аккумулятор под замену. В данном случае аккумулятор полностью зарядился примерно за сутки. При этом ток здесь составлял примерно около 600 мА. То есть я его с автомобиля снял, он был заряжен. И 600 мА было сутки. Потом ток заряда упал до примерно 300 мА. То есть 350. Это достаточно маленькие показатели. Говорят о том, что либо пластины сильно засульфатированы, поэтому я и выравнивал банки при помощи дополнительно подключенного в цепь диссульфатора, который служит дополнительной разряжающей нагрузкой. Больше я ничего не буду говорить. И таким образом я пытался выровнять именно банки. Помимо этого, в автомобиле, если сейчас все эти проблемы, которые есть, уйдут, а это напряжение, которое на аккумуляторе держится в районе 13,4-13,2 Вольт при включении печки, аккумулятор недостаточно помогает генератору. Таким образом, тоже аккумулятор уже отжил свое, и его лучше подзарядить. Вообще, грубо говоря, есть такая тенденция, когда мы используем с вами, эксплуатируем аккумулятор, и в автомобиле мы как бы не пользуемся ни музыкой, ни светом, то есть ездим из точки А в точку Б на короткие дистанции, и в такой последовательности, если у вас двигатель исправен, легко заводится, аккумулятор может служить до потери емкости, до 5-10 ампер. То есть 10 ампер осталось еще с аккумулятора, он будет вам заводить автомобиль, да, вы будете ездить спокойно вроде бы, но аккумулятор будет изношен. Но потеря емкости у него будет существенная. В большинстве стран мира подобные аккумуляторы уже как бы подлежат замене. У нас как бы ездят до последнего, и с емкостью там 5-10 ампер, а люди говорят, у меня еще у аккумулятора ОГОГО, ему там 5-7 лет, и все будет замечательно. Нет, емкость тоже просаживается, пластина осыпается, аккумулятор приходит со временем в негодность, его лучше заменить. Но бывают такие случаи единичные, да, когда у людей проблемы это не вызывает, и они даже не задумываются насчет этого. Но это уже совершенно другая история. Когда ты находишься в городе, у тебя есть сигнализация, которым может иногда как-то попикивать, да, знаете, переходить в режим охраны без включения сирены, а предупреждение, аккумулятор достаточно быстро разряжается в таком темпе использования. И маленькая емкость говорит о том, что утром вы можете просто ее не завести, потому что емкость, которая там осталась, уже будет недостаточно просто за ночь. Поэтому в наше нелегкое время, так скажем, лучше подобные вещи как бы менять. У меня как бы во дворе стоит машина, поэтому у меня есть возможность именно скидывать клемму и тем самым не разряжать аккумулятор полностью. В общем, посмотрю, как себя ведет. Ну, я как бы рассказываю, как я подзаряжаю и эксплуатирую его до последнего. То есть пока аккумулятор вообще не рассыпется, пока емкости вообще не станет, я его эксплуатирую. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова